В зале попечительского совета Казанского федерального университета состояло заседание ученого совета ВУЗа. Привет, полиция! Ильяна Георгиевна, спирит цена! На лекции генерал-майора юстиции студента юридического факультета узнали, как работает Следственный комитет. В условиях 21 века органы следствия образуют собой одно из ключевых изменений в системе правоохранительных органов и судебных органов любого развитого государства. Учащиеся 8-11 класса смогут понять участие в научной конференции, организованной Казанским федеральным университетом. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Алина Сайфина. В императорском зале главного здания Казанского федерального университета состоялось открытие совместной программы магистратуры КФУ «ИСБЕР» аналитика и управления разработкой. Ректор Ильшат Гафуров отметил важность подобных проектов, поскольку в современном мире необходимо быть хорошо ориентированным в цифровых технологиях. Напомним, что совсем недавно Казанский университет также подписал соглашение со СБЕР-решением. Ученый совет Казанского университета утвердил членов состава постоянных комиссий и рассмотрел кандидатов для присвоения ученых званий работникам вуза. Подробности далее. Заседание ученого совета открыли вступительное слово ректора и гимн Казанского федерального университета. Далее состоялась церемония вручения государственных и ведомственных наград России и Республики Татарстан выдающимся работникам вуза. Члены совета также рассмотрели кандидатуры для присвоения ученых званий и утвердили структурные изменения в институтах университета. Следующий вопрос об утверждении положения филиалей федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования Казанский федеральный университет в городе Джизак Республики Узбекистан. Наши затраты в основном будут ориентированы или сфокусированы на подготовке образовательных программ. И как минимум 30% преподавателей должно все-таки быть со стороны Российской Федерации. То есть, скажем так, не граждан Узбекистана на старте. Либо людей, которые у нас получили образование, у нас получили дипломы кандидатов наук и поехали на родину работать. Решением ученого совета Казанского университета были внесены изменения в состав диссертационного совета КФУ. Ректор Ильшат Гафуров подчеркнул, что диссертационному совету КФУ стоит тщательно подходить к присвоению ученых степеней. Был утвержден перечень научно-технических мероприятий. В 2022 году их будет 112. Ариатна Кугушева, Хафиз Гараев, Фарид Захитаглы, Универньюз. Заведующий кафедрой уголовного права юридического факультета Казанского федерального университета Марии Талан присвоено почетное звание заслуженной юриста Татарстана за вклад в развитие правовой науки и вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов. Почетной грамотой Ассоциации юристов России также удостоился старший преподаватель кафедры Международного европейского права КФУ Марсель Гараев. Генерал-майор юстиции Валерий Липский прочитал лекцию о работе Следственного комитета студентам юридического факультета. Тему продолжит наш корреспондент. Что такое Следственный комитет? Как туда попасть? И с чем сталкиваются следователи во время работы? На эти и многие другие вопросы ответил в ходе лекции руководитель Следственного управления СК РФ по Республике Татарстан Валерий Липский. Генерал-майор проявил инициативу выступить перед студентами четвертого курса юридического факультета. По словам Липского, почти половина работников Следственного управления — это выпускники Казанского федерального университета. В условиях 21 века органы следствия образуют собой одно из ключевых звеньев в системе правоохранительных органов и судебных органов любого развитого государства. Генерал-майор рассказал о тонкостях работы Следственного комитета. Примерная картина работы следователей в рамках одного большого расследования бывает следующей. Более тысячи допросов, более сотни судебных экспертиз, работа в связке с более чем тысячей волонтеров — все это делается для составления перечня доказательств. В итоге все преступления на бумаге в нескольких десятках томов. Это именно то, с чем предстоит столкнуться будущим работникам Следственного комитета. Роберт Хасанов, Александр Кузнецов, Универньюз. Победителем Всероссийского конкурса Лига лекторов стал выпускник Института международных отношений Казанского федерального университета и основатель суперсервиса студент Татарстана Ильнур Хазипов. Из более двух с половиной тысяч заявок в финал прошли 100 человек. Награждение состоялось в Москве. В Казанском федеральном университете прошла лекция по геометрии лауреата медали и премии имени Николая Лобачевского 2021 года и Джада Забитова. Все подробности в сюжете нашего корреспондента. Лекция лауреата медали и премии имени Николая Лобачевского 2021 года и Джада Забитова была посвящена теме «Гипотеза кузнечных мехов и ее доказательства». Мероприятие проходило для студентов и профессорско-преподавательского состава Института математики и механики. В ходе лекции профессор сделал экскурс в историю, упомянув труды Евглида, Лежандра, Роберта Каннели и Клауса Штефана. Наука состоит из гипотез. Развитие науки по Шпенсеру появляется сначала знание, потом на грани знания, незнания появляются вопросы, вопросы исследуются, появляются ответы. Когда это появится, то появляются новые вопросы. Вот такое бесконечное развитие знания. В ходе своей лекции профессор рассказал, что гипотеза кузнечных мехов появилась тогда, когда узнали о существовании изгибаемых многогранников. Выяснили, что их объем в ходе их изгибания не меняется. Появилась гипотеза, что данная свойство справедлива для всех изгибаемых многогранников. И данное предположение назвали гипотезой кузнечных мехов. Я доказал, что для любого многогранника, изгибаемого или неизгибаемого, неважно, существует многочлен, найдя корни которого, можно найти объем многочлена. Если мы знаем длинные ребра, знаем, и знаем закон о соединении грани. Как отметил лауреат, при этих условиях можно найти многочлен, приравняв его к нулю и получить уравнение. Решив его найти корень, в конечном итоге корни дадут объем любого многогранника. Елизавета Никитина, Александр Кузнецов, Универньюс. Казанский федеральный университет проводит пятую всероссийскую научно-конференцию конкурс учащихся имени Льва Толстого. Подробнее в нашем следующем сюжете. Казанский федеральный университет с 1 ноября по 20 декабря 2021 года проводит пятую всероссийскую научную конференцию конкурс учащихся имени Льва Толстого. Участие в мероприятии принимают учащиеся 8-11 классов, организации среднего и общего образования. Отметим, что данная конференция бесплатная. У нас в этом году юбилейные события. Мы сегодня проводим уже пятую по счету конференцию. Конференция радует тем, что каждый год растет количество участников, растет качество наших докладов. Экспертные советы отметили очень высокий, даже можно сказать, профессиональный уровень докладов, которые были представлены в этом году. Научная конференция-конкурс проводится в два тура. Первый тур заочный. В этом туре экспертные советы проводят рецензирование, дают оценку представленных работ и вносят их в план работы секции очного тура. Второй тур очный. Он предусматривает выступления учащихся в очной форме с представлением результатов исследовательской и проектной работы на секционных заседаниях. В критерии оценки очного тура входит степень самостоятельности автора, логика изложения, убедительность рассуждений, эрудированность автора при ответах на вопросы и использовании знаний вне школьной программы. По окончании заслушивания публичных выступлений участников проводится заседание экспертных советов по каждой секции отдельно, на которых подводятся итоги и выносятся решения о победителях. Победители же и призеры конференции будут отмечены дипломами первой, второй и третьей степени. Всем остальным участникам очного тура будут вручены дипломы участника. Амир Ахтямов, Александр Кузнецов, Универньюс. В Казанском федеральном университете продолжаются мероприятия в рамках восьми серий научно-популярного проекта про науков КФУ под названием «Ночь великих». Все трансляции, лекции и интерактив с опытами можно увидеть на сайте телеканала «Универ ТВ» и в аккаунте КФУ ВКонтакте. Онлайн-экскурсия и конкурс stories пройдут на платформе Инстаграм. Хороший ученый – это не просто серьезный ученый, глубокий, талантливый ученый, но это еще и веселый ученый. Потому что наука требует сложного движения мысли, неоднозначности размышлений. Она предполагает, что мы не пойдем самым очевидным путем, а пойдем иногда путем парадоксальным. Юмор строится на тех же самых основах. Юмор – это противоречие, это парадоксальность. Поэтому сам принцип научного мышления, принцип юмора, они совпадают. На этом все. В студии была Алина Сафина. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok